МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Состоялось заседание Бюро полицовета областного филиала партии «Нуратан». Участники диалога рассмотрели показатели, достигнутые в сфере образования и науки. В Петропавловске дошкольным воспитанием обеспечены 86% малышей. Открыта Назарбаев интеллектуальная школа химико-биологического направления. Решается вопрос ликвидации трехсменного обучения и аварийных учебных заведений. У нас всего вообще осталось две школы с трехсменным образованием в Таинше и в районе Габита-Мусрепова. И сегодня и там, и там заложено строительство, началось новых школ. И в 2016 году оно завершится. И то есть проблема школ с трехсменным обучением у нас в области будет решена. Активно решаются в области вопросы занятости населения. Более 1700 североказахстанцев в первом полугодии стали участниками проекта «Дорожная карта занятости». 1123 самозанятых, это 63% состава. 622 безработных, 35%. 38 мало обеспечены. Постоянно 1 июля меры по трудоустройству оказаны 2041 человеку. Из них постоянные рабочие места подустроены 1522 человек. Лидер североказахстанских нуратановцев Акимобласти Ерик Султанов рекомендовал активизировать работу по трудоустройству населения. Активнее пропагандировать госпрограммы следует в селах. Самозанятость достаточно высокая у нас, 106 тысяч. У нас пособленное население сегодня находится в этой сфере, поэтому мы должны эту работу продолжить эффективно. Для этого в государстве достаточно много механизмов партии. Я думаю, надо больше пропагандировать идеи нашей партии, идеи народа старства. Потому что есть в ряде случаев, я говорю, неинформированность нашего населения. Кроме того, на заседании говорили о межэтнических отношениях и социальной обеспеченности граждан. По каждому докладу члены бюро полицовета приняли проект постановления. Также здесь утвердили состав и положение общественного совета по поддержке предпринимательства. Одобрили проект корректировки бюджета филиала партии по итогам первого полугодия. Председатель североказахстанского филиала партии Нур-Атан Акимобласти Ерик Султанов провел прием граждан. У Исляма Умарова свое фермерское хозяйство разводит скот. У него 68 коров, 95 овец и 2 лошади. Поголовье хочет увеличить, но для развития требуются земли. С этой проблемой он перешел на прием к Ерику Султанову. Необходимо для полноценного корма пашни. Тогда есть возможность и получить под залог заложить пашню, получить кредит и закупить племенной высокопродективный скот. Земельный вопрос Ерик Султанов поручил в течение недели рассмотреть заместителю заведующего общественной приемной областного филиала партии Абаю Кайсину. Уже в пятницу нужно дать ответ. Приходят горожане и презентовать свои изобретения. Это хлопкоуборочная техника и новые машины для уборки снега. А вот Руслан Абдугалеев хочет наладить в северном регионе производство мотора колеса для инвалидных колясок, велосипедов. Придумал такое москвич Василий Шкондин. Идея Акима области заинтересовала, ведь возможности есть. Руководитель управления индустриального соберет конструкторов, с вами вместе сядет, обсудит это все. Сейчас у нас же есть новые программы, конструировать это все можно в программе. Волнуют жители областного центра и вопросы благоустройства. Ветеран Анатолий Подкорытов, один из таких неравнодушных горожан, предлагает, чтобы председатели дачных кооперативов следили за ремонтом дорог к участкам. Так реконструкция будет идти быстрее и качественнее. Я вас поддерживаю. Значит они будут подписываться. Следующий год я вам поручаю в Галеев. Каждый участок дорог, который вы сделаете, должен принимать председателя. Со своими вопросами в этот раз в главе региона обратились пятеро североказахстанцев. Аким области Ерик Султанов в ходе рабочей поездки по областному центру посетил социальные объекты. В Петропавловском аэропорту глава региона ознакомился с ходом ремонтных работ. Сделано немало. Участок взлетного поля 40 метров шириной и 900 длиной. Порядка 700 метров отосточной дренажной сети. Продолжают ремонт взлетной дорожки и перона. Содействовали 34 единицы техники. Я поручаю сейчас проработать план, само собой, проработать с авиакомпаниями, которые должны после 25-го уже начать полеты у нас. В конце месяца мы должны обеспечить уже полеты в Астану, в Алмату. И продолжить работу, чтобы закончить их 1 июля следующего года. Важное событие для Петропавловска, которого ждут все горожане, открытие дворца спорта. 25 сентября здесь должны провести опрессовку системы теплоснабжения. Без внимания нельзя оставить освещение спортивных площадок. Есть такое понятие, световой эффект называется. Он должен на световой эффект все помещения сдать. В том числе требования по ледовой площадке, у меня другие требования. Там должно быть больше света. Открытие окрытого ледового корта ждут все североказахстанцы, особенно молодежь. Скоро им будет, где активно проводить вечера и выходные. Но главное, у юных спортсменов появится современная тренировочная арена. В регионе, к примеру, активно развивается хоккей, отметил Ерик Султанов. Кулакир наша команда уже есть. Пятерка из города Петропавловск, северного Казахстана тоже есть. С этого надо начинать первая пятерка. А потом команда должна состоять из половины и больше наших игроков. Все мы знаем, что в северном Казахстане в советское время это была вторая команда Казахстана после Уск-Кеминогорска. Акимобласти рекомендовал строителям работать в круглосуточном режиме, чтобы сдать объект в намеченные сроки. Горячая пора на полях северного Казахстана. На 10 сентября аграрии области скосили почти миллион гектаров зерновых. Это около трети всей посевной площади. Средняя урожайность порядка 14 центнеров с гектара. Акимобласти Ерик Султанов отправился в Акаинский район Макжана-Жумабаева, чтобы посмотреть, как там проходит уборочная кампания. Глава региона, руководитель крестьянского хозяйства Леона встречал у животноводческого комплекса. Ночью сюда из Украины привезли 200 голов КРС галштино-фрисской породы. Теперь в хозяйстве 700 коров. В день получают около 4 тонн молока. Как субсидии попали? Попал. А, попали, получили, да? Да. Видите, какая можно. Благодаря этой субсидии, я не развернусь, я не буду. Я не буду. А что, результат, у меня как лучше тебе будет, я ничего не буду. Павел Леонов показал главе региона животноводческий комплекс, загоны с новыми буренками. Карантинный режим здесь продлится месяц. Кстати, продуктивности животных в хозяйстве уделяется особое внимание, говорит фермер. Активно развивают кормопроизводство. В этом году произвели два плана сенажа, два плана сена. Людям отпустили более 500 тонн, обеспечили своих. С одним словом, кормовая база прочная. Дни стоят погожи, и шум моторов уборочных комплексов на полях Леонова не смолкает до поздней ночи. Приоритет в работе земледельцы отдали обмолоту пшеницы. В этом году ею засеяли 3000 гектаров. Средняя урожайность свыше 20 центнеров. ГСМ хозяйство обеспечено. Если погода не подведет, завершить уборку аграрии планируют через 10 дней. Встретился глава региона и с сельхозтоваропроизводителями других хозяйств Акаинского района. Интересовался видами на урожай. Как урожайность? Урожайность пшеницы убраны 30%. Получается 20-20. Но у нас кроме того РАПС. Мы 800-х РАПС обливали. Обливали? Да. Ерик Султанов пожелал земледельцам вовремя и без потерь завершить уборочную кампанию. Горячая пора сегодня в товариществе Полтавска. К уборке хлеба здесь приступили 28 августа. Работают аграрии в одну смену. В день обмолачивают тысячу гектаров. В среднем с одного получают 17 центнеров. Классы Джандир и Акроссы убирают пшеницу 13 высокопроизводительных комбайнов. Из 8 тысяч гектаров посевов половина свалена. Полторы тысячи уже обмолотили. На молот составил 2,5 тысячи тонн. Смена Виталия Кельдянкина начинается в 8 часов утра. Комбайнер опытный. В товариществе Полтавское работает 15 лет. Людей хватает. У нас техники много. Справляемся. Конечно, лишь бы погода дала. Условия хорошие. Зарплата вовремя. Идет от выработки. Трехразовое питание. Аким области Ерик Султанов дал хорошую оценку работе местных хлеборобов. Интересовался, сколько человек здесь задействовали в уборке урожая. Постоянно работают 125 человек. 125 человек. Круглый год работают еще люди. Годовой оборот какой? Где-то под миллиард. И животное усы. Только-только раскачивается. Сколько вы молока сдаете? Сейчас этого в двух тонн в день даем. У нас растет лыбок. У нас в декабре и ноябре. В Акаинском районе 44 товарищества и 274 крестьянских и фермерских хозяйств. Убрать хлеб аграриям предстоит на площади в 110 тысяч гектаров. Больше половины уже скосили. Обмолотили 45 тысяч. Средняя урожайность 15 центнеров с гектара. Параллельно с зерновыми сельчане убирают масличные культуры. Из 22 тысяч 300 гектаров посевов обмолотили почти треть. В среднем с одного гектара собирают по 8 центнеров. В Петропавловске прошло заседание аграрного света области. Самая главная и важная задача в регионе каждую осень – собрать достойный урожай. В усиленном режиме сегодня работают как техника, так и люди. А все потому, что время поджимает. По данным синоптиков, теплых дней осталось не так много. С 11 числа завтра уже идет небольшое понижение температуры. Ночью по области 11-16, местами 8-8 градусов. Это возможно уже в северной части области. Днем 15-20, днем местами 25. Также завтрашнее ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Также осадки местами сильные по области. В второй декаде также к концу идет понижение температуры. Местами заморозки до минус 1 градуса. В целом, говорят члены аграрного совета и владельцы сельхозугодий, в этом году урожай будет хороший. Отдельные агроформирования собирают до 20 центнеров с гектара. Больше 80% посевов уже достигли уборочной спелости, отмечают ученые. Вегетационный период сложился, можно констатировать, благоприятно. Сумма осадков при норме 194 за вегетационный период выпало 270 с лишним миллиметров. То есть климатические факторы способствовали формированию хорошего урожая. Основные посевы, которые посеяны в рекомендованной сроке, находятся в фазе середины полной восковой спелости. Пшеницу сортов «Астана», «Астана-2», «Омская-19» лучше убрать с полей в первую очередь, советуют специалисты, чтобы колос не начал осыпаться. Особое внимание необходимо уделить и тем посевам, которые еще не созрели. Чтобы не потерять этот хлеб, рекомендуют сделать диссекацию, просушить растения. В товариществе «Агрохим-Снаб» ее уже провели. На сегодняшний день 42% скошено, зерновых культур 25% обмолочено. Технические, экономические хозяйства полностью готовы. Мы провели 15% полей диссекации. В этом году погода в целом была благосклонна. Таких сложностей, как при уборочной кампании 2014 года, нет. Но и расслабляться нельзя, отметил первый заместитель Акима области. А чтобы убрать хлеб с полей в срок, нужна хорошая техника, резюмировал Айдарбек Сапаров. В лидерах по уборке сейчас Козлжарский, Акаинский и Есильский районы. Сделано в Казахстане. С начала года предприятие «Молтпродукт» реализовало в Петропавловске продукции на 4,5 миллиарда тенге. В сутки здесь перерабатывают до 320 тонн молока. Это стало возможно благодаря модернизации производства. А с этого года здесь запустили еще и новую линию по выпуску кисломолочной продукции. За счет собственных средств купили современное оборудование. В этом году мы запустили новую машину швейцарскую «Экалин», на которой выпускаем кислир. 0,75 грамм. Это удобно для покупателя. Выпускаем за сутки 76 тонн. Производительность 4,5 тонны в час. Жирностью 3,2 и 2,5. Выпускают на заводе более 25 видов молочной продукции и сокосодержащих напитков. Спрос есть не только в Казахстане, говорит руководитель предприятия. Месяц назад здесь возобновили поставки в Россию. В приграничные регионы экспортировали более 1,000 тонн молочной продукции. С начала года уже обороты составляют 4,5 миллиарда тенге. Но это сейчас в данный момент мы продаем, реализовываем по всему региону Казахстана. В прошлом году мы выходили экспортом в Российскую Федерацию. В связи с падением курса рубля приостановили реализацию Российской Федерации. Но уже последние полтора месяца обратно начали возобновлять свои экспортные линии. В планах в этом месяце уже обратно открыть филиал в городе Омске по продаже нашу продукцию. В условиях новой экономической ситуации завод динамично развивается. Рабочие вовремя получают заработную плату. А трудятся здесь 180 человек. Экономическая политика Казахстана, во-первых, конечно, даст свои положительные результаты. Это именно в первую очередь нам, предпринимателям, предприятиям производственным. Но в связи с этим все равно благосостояние народа должно быть в первую очередь. Конечно, мы не в этом году, а на следующий год уже в плане поставили увеличение заработной платы своим работникам. В планах заводчан до конца года увеличить объемы продаж молочной продукции вдвое. Продукция североказахстанского предприятия «Блок» свободно конкурирует с изделиями заводов Казахстана и России. Это уже сотый лист меконита, который Лариса Романюта берет сегодня на контроль. В смену с коллегой они проверяют до 150 килограммов готовых изделий. Женщины клеют в цехе, проходят через сушильные камеры, а здесь мы уже контролируем согласно ГОСТа. На каждую толщину мы должны соблюдать допуски, чтобы не ниже и не выше. Если нас не устраивает, мы это можем сами здесь подправить. Потом это все идет на пресс, на упаковку. Готовые мекониты в основном реализуют в России. Предприятия уже много лет пользуются государственной поддержкой. В этом году завод в очередной раз стал участником программы «Дорожная карта бизнеса». Заем в 60 миллионов тенге направили на закуп сырья. Кредит взяли под 8% годовых, 6 из которых субсидирует государство. Мы на сегодняшний день получаем кредиты под 2% годовых. Я не знаю ни одной страны СНГ, где бы это было. И благодаря этому, будем так говорить, мы работаем эффективно. У нас очень много заказов. Даже будет увеличение объема производства на 3%. Мы конкурентны с Российской Федерацией. Не нарушили стабильную работу предприятия и финансовые перемены, произошедшие в нашей стране. В условиях новой экономической политики товарищество «Блок» не только увеличивает объемы производства, но и расширяет штат. С начала года дополнительно создали 3 рабочих места. Помимо зарплаты заводчане получают премиальные. А это склад предприятия. Сегодня здесь около 16 тысяч квадратных метров резалина. В ближайшие дни продукцию с логотипом сделано в Казахстане отправят заказчикам. Кстати, универсальный самоклеющийся гидролизационный материал разработка заводчан. Выпускают его 8 лет. Наш материал пользуется большим спросом как в Республике Казахстан, так и в Российской Федерации. Нашими потребителями являются такие крупные компании, как BI Group, Министерство обороны Республики Казахстан, корпорация «Казахмыс». Срок службы у российских предприятий материала 3-5 лет, нас 20 лет и более. Используют резалин для ремонта мягкой кровли. До конца года заказами завод обеспечен. Ремонт крыши подъездов в кредит. В этом году участниками программы модернизации ЖКХ стали жители 6-ти петропавловских многоэтажек. В 2015-м на реализацию проекта направили 136 миллионов тенге. Средства из государственного бюджета. Защити себя и близких от кори. 1 октября в регионе начнется дополнительная иммунизация против инфекционного заболевания. В течение двух дней прививку получат более 11 тысяч североказахстанцев. В Петропавловске совершено вооруженное нападение на таксиста. Угрожая ружьем водителю, пассажир угнал автомобиль. Рецидив стоил угонщику жизни. При попытке задержания он выстрелил в себя. Медикам спасти преступника не удалось. Леса и скверы Северного Казахстана стали чище и зеленее. В регионе завершился 11-й трудовой сезон отрядов Жасылгель. В этом году в их рядах работали 323 бойца. В среднем в месяц студенты получили по 40 тысяч тенге. Подарок для книголюбов Северного Края. Более полутора тысяч новых изданий пополнили фонд областной библиотеки имени Сабита Муканова. Кстати, увлекательные новинки на полках храма книг появляются каждый месяц. Кликая мышкой с пользой для интеллекта. В Петропавловске разработана компьютерная игра, в основу которой легла история казахского ханства. Придумали виртуальное приключение длиною в 550 лет трое старшеклассников. Презент детям. В Петропавловске появились два футбольных мини-поля. Первая площадка находится по улице Ухабова, 27. Вторая по адресу Чайковского, 13. Спортивный подарок жителям областного центра сделали строительная компания «Титан Север» и фирма «Леонтьев». Всего в этом году в городе построили 15 таких объектов. Еще 12 появятся до конца этого года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»